Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Балакирев, и на этом занятии мы познакомимся с еще одним магическим методом new, который вызывается непосредственно перед созданием объекта класса. Я напомню, что другой магический метод, который мы с вами уже рассматривали и нет, вызывается сразу после создания объекта. И здесь у вас может возникнуть вопрос, зачем было определять два разных метода, которые последовательно вызываются при создании экземпляров классов? Разве недостаточно было одного вот этого метода и нет, чтобы выполнять начальную инициализацию объекта? Конечно нет. В практике программирования встречаются самые разнообразные задачи, и иногда нужно что-то сделать до создания объектов. Например, реализация известного паттерна Singleton в Python как раз делается через вот этот метод new. И с этим методом мы с вами сейчас познакомимся. Я здесь сделал уже начальную заготовку. У нас имеется класс Point, и в этом классе как раз эти два метода. То есть первый метод магический new, и второй магический метод init. Причем вот в этом первом методе обязательный параметр CLS, а в методе init это параметр self. Вот этот вот CLS, он ссылается на текущий экземпляр класса, то есть в данном случае на вот этот вот класс Point. А вот этот вот self, когда вызывается init, ссылается уже на создаваемый экземпляр класса. То есть он уже будет создан, экземпляр класса, и self будет ссылаться на экземпляр. Вот это вот путать не нужно. CLS ссылается на класс, на сам класс, а self на экземпляр этого класса. Давайте теперь ниже вот здесь вот мы создадим этот экземпляр класса, напишем стандартную уже команду, point, передадим два параметра, 1 и 2, то есть это координаты x и y, ну и запустим программу, посмотрим, что мы увидим. Смотрите, значит здесь идет одна строка в консоли, вызов new, то есть мы видим вот эту вот строку, то есть print был выполнен. Но вот этой вот второй строчке, которую прописывал init, мы не видим, то есть вот этот вот метод init в данный момент вызван не был. Это говорит о том, что на самом деле вот сейчас в данный момент экземпляр класса pt не был создан, и мы в этом можем убедиться, если мы распечатаем то, на что ссылается вот эта вот ссылка pt, то увидим значение none. Вот это значение none как раз говорит о том, что экземпляр класса не был создан, по идее здесь pt должен ссылаться на экземпляр класса, а он сейчас ссылается просто на none. Почему так произошло? Дело в том, что в python вот этот магический метод new должен возвращать адрес нового созданного объекта, а в нашей программе он ничего не возвращает. Хорошо, давайте вернем адрес нового созданного объекта. Но откуда мы его возьмем? Для этого можем вызвать аналогичный метод new из базового класса. То есть если мы пропишем вот такую конструкцию, супер, это вот будет у нас ссылка на базовый класс, и из базового класса мы вызываем точно такой же магический метод new, и передаем ему ссылку на вот этот вот текущий класс point. Но вы скажете, а что это за базовый класс здесь такой, из которого мы вызываем вот этот вот магический метод new? Ведь класс point определен сам по себе, и никаких других классов здесь вообще нет у нас в программе. Да и вообще мы еще не изучали тему наследования, чтобы говорить о базовых классах и дочерних. Да, поэтому забегая вперед, скажу такую вещь. Начиная с версии Python 3, все классы автоматически и неявно наследуются вот от такого базового класса object. И из этого базового класса мы как раз и вызываем вот этот вот метод new. То есть когда мы вызываем функцию супер, вот в этом классе point, то получаем ссылку на базовый класс. И в этом базовом классе как раз через эту ссылку вызываем уже вот этот вот магический метод new. И этот магический метод new запускает процесс создания экземпляра класса и возвращает адрес нового созданного объекта. Ну а мы в свою очередь с помощью оператора return возвращаем этот адрес дальше. Если теперь запустим программу вот в таком вот виде с модифицированным методом new, то увидим две строчки. Во-первых, вот здесь вот был вызов new, далее идет вызов init, то есть действительно вот этот второй метод init сработал. Ну и кроме того, вот эта вот ссылка pt теперь у нас ведет на экземпляр класса. И возможно здесь у вас остался еще один вопрос, а для чего нужны вот эти вот аргументы в методе new? Ведь мы же их здесь явно нигде не используем. Да, вот в данный момент мы здесь их действительно не используем, но прописывать все равно нужно. Потому что когда мы передаем вот этому вот классу point при его создании определенные значения, то они автоматически передаются вот сюда вот в качестве аргументов вот этого вот метода new. И если мы уберем список этих аргументов и запустим нашу программу, то получим вот такую вот ошибку, что на самом деле передаются аргументы, вот они, два аргумента здесь, которые как раз и помещаются вот в эти вот коллекции, ну в частности в коллекцию args. Поэтому общий синтексис вот этого вот магического метода new, когда мы его переопределяем в классе, вот в частности point, нужно записывать обязательно вот в таком вот общем виде. Ну и если теперь запустить программу, то уже никаких ошибок у нас не будет. Ну и кроме того, мы можем эти значения, вот значения этих аргументов передаваемых, как-то использовать вот в этом магическом методе new, чтобы реализовывать самую разную логику. Я думаю вы теперь представляете, как работает этот магический метод. Но остается вопрос, зачем он все же нужен? В качестве ответа я приведу пример очень известного паттерна проектирования под названием singleton. Этот паттерн будет представлен у нас в учебном варианте, потому что мы его реализуем не полностью, так как отсутствует достаточное знание. Итак, давайте предположим, что мы разрабатываем некий класс для работы с базой данных. Ну и он называется так вот, database. И далее полагаем, что в программе должен существовать только один экземпляр этого класса. То есть, когда мы выполняем вот такую строчку, создаем экземпляр класса database, то у нас создается этот самый экземпляр. Но этот экземпляр в программе в один момент времени должен быть только один. Два экземпляра этих классов одновременно существовать не должны. То есть, если мы выполним еще одну такую строчку, то есть создадим еще один экземпляр класса, то по идее у нас вот эта вот ссылка должна вести на тот же самый экземпляр. То есть, второй экземпляр здесь создаваться не должен. Вот это вот и есть паттерн проектирования singleton. Давайте его реализуем в нашей программе. И для начала вот здесь вот мы пропишем этот самый класс. Чтобы не тратить время, я его просто сюда вот скопирую. И сейчас поясню, что здесь написано. В принципе, здесь ничего сложного абсолютно нет. Вначале идет магический метод и не для инициализации экземпляра класса. Причем мы здесь будем передавать имя пользователя, потом пароль и номер порта. Инициализируем всеми этими данными этот экземпляр класса. То есть, там будут атрибуты user, psv и port. Далее у нас будет просто вот такой вот метод, прописанный в этой классе connect, который выводит на экран сообщение, что установлено соединение с базой данных. И выводит пользователя, пароль и порт. Далее метод clause просто выводит вот такое вот сообщение, закрытие соединения с базой данных. Метод read, значит, возвращает данные из базы данных, то есть возвращает такую вот строку. Ну, а метод write, он, соответственно, выводит в консоль вот такое сообщение. Запись в базу данных, вот таких вот данных. То есть, просто это вот такие вот методы заглушки, что называется, которые, в принципе, можно реализовать вот в этом классе database. Но у нас они будут прописаны вот в таком вот виде. Итак, вот этот вот класс, он должен быть реализован с учетом паттерна синглитон. То есть, программист может создавать только один экземпляр этого класса. Как нам это сделать? Значит, для этого вот здесь вот я пропишу один атрибут класса. То есть, он будет вот так вот у нас называться, два подчеркивания, instance, и принимать начальные значения none. Вот этот вот instance будет ссылкой на экземпляр класса. Если его нету, то, соответственно, этот атрибут будет принимать значение none. А если будет экземпляр класса, то это будет ссылка на этот экземпляр класса. И таким образом мы можем контролировать, существует объект у этого класса или не существует. Ну и далее, для управления созданием новых объектов, нам нужно переопределить вот этот вот магический метод new, о котором мы с вами только что говорили. В частности, мы в этом методе проверим вот этот вот атрибут instance. И если он принимает значение none, то мы вот этому вот атрибуту instance присвоим адрес нового созданного объекта. То есть мы обратимся к базовому классу, вызовем из него вот этот вот метод new, ну и, соответственно, передадим вот этот вот параметр cls. Все. А ниже вот здесь вот мы вернем вот это вот значение, вот этот вот атрибут instance. То есть смотрите, что у нас в итоге получится. Если вот этот вот атрибут instance принимает значение none, то тогда мы создаем вот в этой строчке новый экземпляр класса. Если же у нас вот этот вот атрибут instance не none, то есть уже создан какой-то объект, то, соответственно, вот эта строчка выполняться не будет, и мы просто вернем адрес ранее созданного объекта. И таким образом будем контролировать, что у нас в программе существует ровно один объект вот этого вот класса database. Ну, по идее, нам нужно здесь прописать еще один метод, финализатор, то есть del, метод del. И вот в этом методе del мы атрибут класса database instance снова сделаем значением none. То есть, если объект будет удален сборщиком мусора, то атрибут instance, атрибут класса именно database снова будет принимать вот это вот значение none. И мы сможем повторно вновь создать объект этого класса. Вот, в принципе, вот эти вот строчки, они и определяют паттерн проектирования Singleton. Ну, и давайте посмотрим, как все это будет работать. Ниже мы создадим экземпляр этого класса. Значит, db равняется database. Здесь мы должны прописать имя пользователя, пусть это будет root. Далее пароль, пусть это будет 1234. Ну, и затем номер порта 80. После этого мы создадим еще один экземпляр, то есть попытаемся создать еще один экземпляр класса. Пусть будет здесь вот имя пользователя root2. Пароль уже будет 5678. Ну, и номер порта пусть будет 40. А ниже выведем их id, то есть id для переменной db и для переменной db2. То есть, если вот эти вот переменные будут ссылаться на один и тот же объект, то их id тоже должны быть равны. И мы сейчас это проверим. Запускаем программу и видим, что действительно id этих двух объектов абсолютно равная. То есть, это как раз вот и говорит о том, что при создании второго объекта, то есть при попытке создания второго объекта, он на самом деле не был создан. И вот эта вот переменная db2, она ссылается на тот же самый объект. То есть, у нас получилась такая картина. Когда мы пытались создать второй раз экземпляр класса database, то вот эта вот переменная db2, она будет ссылаться на ранее созданный объект этого класса. И второй объект создаваться уже не будет. Правда, у этой реализации, которую я привел, есть один недостаток. Давайте вызовем метод connect у этих объектов. Значит, db connect и db2 connect. Посмотрим, какие данные у нас на выходе получатся. Смотрите, в обоих случаях мы видим информацию, которую мы прописали при попытке создания второго объекта. По идее, это, наверное, не то, что мы ожидали. Если ранее уже был создан объект вот с такими вот данными, root, пароль 1234 и порт 80, то именно они и должны оставаться в созданном объекте, не меняться, если мы их явно не меняем. А здесь это произошло. Почему? Смотрите, вот здесь вот выше, в методе init, мы каждый раз создаем вот эти вот локальные свойства. Ну, либо создаем, либо меняем, если они ранее уже были созданы. Поэтому, когда второй раз вот здесь вот вызывается database, то также вызывается вот этот вот инициализатор init, и соответствующие локальные свойства в объекте меняются. Чтобы это поправить, по идее, нам нужно переопределить еще один магический метод, который называется call. Но мы с вами о нем еще не говорили, поэтому оставим реализацию нашего паттерна singleton вот в таком вот виде. А из этого занятия вы должны просто понять, как работает вот этот вот магический метод new, и для чего он вообще нужен. Я думаю, что вот этот приведенный пример хорошо все демонстрирует. Если все это понятно, то переходите к следующему занятию. Субтитры сделал DimaTorzok